Масленичная неделя вдохновляет не только на кулинарные подвиги, но и на занятия рукоделием. Татьяна Викторовна Сафонова мастерица со стажем. Сделала аппликацию, которая так и называется – «Масленица». Получилась настоящая лоскутная картина, стилизованная под начало 19 века. Мне пришлось поискать везде костюмы, посмотреть картины наших художников, которые рисовали зимние пейзажи. Очень много картин я просмотрела, и оттуда я брала наряды, в основном оттуда. Удивляет то, с какой любовью, тщательностью мастерицей продуман образ каждого участника масленичных гуляний, начиная от позы и заканчивая выражением лица. Зимний пейзаж, признается мастерица, оказалось сделать совсем непросто. Видите, сколько тряпочек разнообразных. Здесь ставлено, чтобы был снег. Снег бывает и фиолетовым, и голубым, и белым, и с прожилками. По профессии Татьяна Викторовна педагог, а в клубе «Лоскутная мозаика» она с 2004 года. Здесь рукодельницы очень нравятся. Ей, как и многим другим мастерицам, творчество помогает отвлечься от проблем. За шитьем они забывают о всех своих недугах. Творчество для женщины – это особо важная такая миссия, которая помогает ей выжить в любых ситуациях. И вот с 1993 года на сегодняшний день у меня 33 дамы, выдающиеся, талантливые, взрослые, умные, которые когда-то, может быть, занимались, и у них было образование техническое, медицинское, еще какое-то. Но все-таки творчество сейчас для них приоритетно. Казалось бы, «Лоскутное шитье» – традиционный вид рукоделия. На самом деле это безграничное поле для творчества, уверены мастерицы. Была бы фантазия. Из разноцветных кусочков ткани можно создать не только картины, но и удивительное панно. В руках мастериц разрозненные лоскутки ненужной ткани превращаются в настоящие произведения искусства.